По следу Волка. Статья на РТ за 5 декабря 2019 года. Александр Сосновский. Убийство боевика Зелимхана Хангашвили немецкие СМИ, а позднее официальные органы, немедленно записали насчет России. Еще не было названо его имя, еще не допросили подозреваемого в убийстве. Не были известны мотивы, а желтая пресса уже отрубила о заказном убийстве по поручению высших органов российской власти. Странно, но понятно, что чеченский след появляется в Германии всегда, когда требуется обострить отношения двух стран. В прошлом требовалось сделать послушным Горбачева. Сегодня можно на основе тупо собранных нефактов надавить на Москву в вопросе Северного потока-2. Да и нормандскую встречу, до которой осталось пара дней, можно легко торпедировать. А еще лучше встречу провести, но так надавить на Путина немецким скрипалем, чтобы он в Париже принял все условия Берлина и Киева. Метод старый, испытанный, применявшийся многократно. Например, в начале 90-х Берлин сколыхнуло убийство чеченского вора в законе с грузинской фамилией Мерианашвили. Он был расстрелян в центре города двумя неизвестными, которых позже назвали гражданами России и Белоруссии. Подозреваемых не нашли, фактов участия Москвы тем более, но пришлось долго извиняться за дела чеченской мафии. В 2000-х Берлин очень охотно разыгрывал чеченскую карту, рассказывая о легендарных борцах за независимость Ичкерии. Для этого террористам из отрядов Басаева и Гелаева охотно давали вид на жительство, поддерживали финансово. Россию огульно обвиняли во всех грехах от убийства до преследования инакомыслящих в Европе. В 2004 году в Берлин в сопровождении британской свиты нагрянул террорист и актер бригадный генерал Ахмед Закаев. Для него сняли большой зал городской библиотеки неподалеку от Потсдаммерплац в самом центре Берлина и собрали там несколько сотен чеченских активистов, которые получили к этому времени ПМЖ в Германии. Представлял Закаева другой бригадный генерал, бывший вице-премьер в правительстве Дудаева Абти Бессултанов. Немецкие власти молчали, их не очень волновало то, что в центре столицы собираются навстречу потенциальные и реальные террористы. Я был на этой встрече и видел, с каким почтением и заискиванием городские власти Берлина рассказывали генералам о своей поддержке освободительного движения. Мои попытки пробиться к Закаеву и вручить ему книгу «Чеченский синдром» едва не закончился потасовкой, которую предотвратили сами чеченцы, сидящие в зале. Возбуждение боевиков вызвало вопрос о том, сколько спящих находится в данный момент в Германии. Ответом была попытка устроить драку. Помните, какое давление было в те годы на Москву по поводу войны в Чечне? Как правозащитники и либералы всех мастей обвиняли Москву, на Западе, особенно в Берлине, охотно подпевали, иногда громче, иногда тише, но подпевали всегда. В моей памяти есть и другое. Незадолго до своей трагической гибели в Берлин приезжал Ахмат Хаджи Кадыров. По просьбе журналистов турецкого телевидения мне удалось организовать его выступление на турецком ТВ. Кадыров отмежевался от боевиков, назвал вещи своими именами и сказал, что чеченцы будут строить свою страну без денег и влияния радикальных проповедников. Мне кажется, что именно после этого выступления у немецких официальных лиц наступила минута прозрения. Они вдруг осознали, что есть Чечня и чеченцы, такие как Ахмат Хаджи, которые с болью воспринимают войну в Чечне и стремятся к миру. А есть другие, которые, прикрываясь высокими идеями, насаждали радикальный ислам, проводили теракты и использовали Германию как убежище для отсидки. Теперь самое время вспомнить информационный повод, с которого я начал – убийство Зелимхана Хангашвили. Чисто оперативные вопросы – кто стрелял, как, откуда, пусть остаются в ведении следствия. Рассмотрим вопрос о том, кем была жертва. Ни для кого не секрет, что Зелимхан Хангашвили был участником Чеченской войны на стороне боевиков. Есть масса фотографий того времени, на которых он четко идентифицирован как участник боевых действий. К тому времени, когда боевые действия пошли на оболь, он попал в поле зрения спецслужб Америки и Украины. Разумеется, подобный кадр, имеющий боевой опыт борьбы против русских, мог очень пригодиться для различных тайных операций. Так и получилось. Он был завербован, уехал на Украину и активно работал посредником в вопросах вербовки информаторов. Эту работу он активно вел вплоть до Майдана и сразу после него. Однако в 2016 году Хангашвили внезапно уезжает с Украины и просит немцев об убежище. Якобы он стал политически преследуемым в России и боится за свою жизнь. Однако это на его совести десятки, а может и сотни человеческих жизней, проведенные теракты и другие диверсионные мероприятия. Он относился однозначно к числу тех, кто представлял собой опасность для жителей Германии, но получил ПМЖ, хотя Германия нарушила при этом все свои законы. ПМЖ не дается лицам, которые въехали в страну из государств, где им ничего не угрожает. Более того, получить вид на жительство транзитом через Украину из России недопустимо. И еще вишенка сверху. Он получил гриф на личном деле как «спящий исламист». Потенциальный «спящий» мог быть активирован в любой момент для проведения терактов в ФРГ. И тем не менее, его принимают, ему дают убежище. Зато когда он погибает, немецкие политики и немецкая пресса ни одним словом об этом не упоминают. И немедленно находят виновного в лице России. Зададимся вопросом, а в чем интерес Берлина? Каким образом и для каких целей Германия дает возможность террористу жить на ее хлебах? Почему, не дождавшись результата в расследовании, обвиняет Москву? В данном случае Германия умело использует мертвого террориста для явного ухудшения германо-российских отношений. Кроме одиозных признаний, одиозного баллинкета и нескольких фотографий, следствие ничего не имеет. Все обвинения строятся по принципу «мы предполагаем». Знаменитая «heile likely» по-немецки звучит как «felleicht». Шуму много, фактов нет. Стрепаль где-то в подземелье скромно улыбается. Ответ прост. Подобные личности всегда используются для проведения дискредитирующих операций против противника. Из них делают жертв и всю вину возлагают на тех, кого хотят скомпрометировать. Впрочем, можно посоветовать немцам, как припереть упрямых, злых и плохих русских к стенке. Найдите кота. Хотя, как гласит известная поговорка, сложно найти в темной комнате черного кота, особенно если его там нет. Александр Сосновский. По следу волка. По следу волка.